Письмо Я в порядке Просто двор перед глазами кружится Соня, дыши глубже и бежать будет легче Профессор, ну зачем нам эти дополнительные уроки физкультуры? Может лучше позанимаемся волшебством? Девочки, с волшебством у вас и так все замечательно А вот спортивные результаты надо бы подтянуть Помните, как вы устали на нашей прогулке к хохочущим горам? Было не до смеха Профессор, уверяю, мы в отличной форме Отдыхаем и пробуем снова Между прочим, я отлично прыгаю Когда превращаюсь в лягушку И зачем бежать самому, если есть сапоги и скороходы? А равновесие Как будто я собираюсь каждый день разгуливать по бревнам И вообще, на прогулке лучше летать на ковре самолете Лучше бы этой физкультуры вообще не было А это идея! Давайте напишем волшебный совет Это же они составляют школьную программу Вот пусть и уберут из нее все лишнее С ними профессор спорить не будет Уважаемый волшебный совет Мы ученицы Дарья, Софья и Василиса Считаем, что волшебницам незачем бегать, прыгать и ходить по бревнам И просим вас отменить такой устаревший предмет, как физкультура Беличи Экспресс прибежит только на следующих выходных Лучше отнесем письмо к почтовому дубу сами Мы точно правильно идем? Идем точно по карте Почтовый дуб сразу за скрипучей чащей А это точно она Ой Отменять физкультуру даже сложнее, чем ею заниматься Зато письмо мы несем один раз, а физкультура у нас постоянно Кажется, нам туда Что это? Ой, какой малюсенький Это мухоморы-прыгуны? Самые древние на свете Я давно мечтала их изучить Но Кощей Кощевич запретил ходить в грибной заповедник И правильно сделал Таких лучше по картинкам изучать А как они выбрались из заповедника? Это не мухоморы выбрались из заповедника Это мы в него забрались А мухоморы-прыгуны не любят гостей Гости могут наступить на грибы Но мы-то ни на кого не наступали Вроде бы Только не прикасайтесь к ним А то потом всю неделю будете чесаться Чесаться? Стой, замри! Отворот-поворот! Там, где живут мухоморы-прыгуны, наше волшебство не работает Потому-то их и держат в особом заповеднике А что же нам делать? Бежать! Бежать! Сейчас бы сапоги-скороходы Вспомни совет профессора Дыши глубже С той стороны тоже есть дверь На этой полянке все наоборот Грибы почему-то бегают за людьми А тропинка почему-то мягкая Это не тропинка Это болото Дальше нам не пройти Смотрите, почтовый дуб Пойдем по бревну Только очень осторожно Надо было захватить с собой ковер-самолет Мне не справиться с этим болото-трясением Справишься, если не будешь смотреть под ноги Как профессор говорил Смотри на нас! Я как будто иду по твердой земле Так ты по ней и идешь Добрались! Девочки, выход! Ничего Главное, от мухоморов убежали А они об этом знают? Помните, к ним нельзя прикасаться Сделаем, как советовал профессор Присядем перед прыжком Перед прыжком куда? Сюда! Я так высоко еще не прыгала Даже когда в лягушку превращалась Это все физкультура Да, без советов профессора У нас бы уже все чесалось А так у меня только руки чешутся Поменять кое-что в письме Простите, девочки Это, наверное, я забыл закрыть Когда проводил тут экскурсию для Грюнвальда Скажите, если не секрет А что же такое срочно было в вашем письме Что вы даже не дождались Беличева экспресса? Никакого секрета, профессор Мы его наизусть помним Просим, уважаемый совет Выразить благодарность нашему профессору Который заставляет нас бегать, прыгать и ходить по бревнам Как бы мы не капризничали Его советы спасли нас от мухоморов-прыгунов Спасибо, девочки Всегда приятно получить похвалу от учеников Кстати, не забудьте Следующая тренировка завтра утром Скорее вы Ура! Мы готовы Привет! Мы царевны Подписывайся на наш канал А царевнам ни минуты не сидится И мы все играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны Староста Урок окончен А теперь Пора поговорить о том, чего давно не хватало в школе Ура! Рагу по-эльдорацки? Я тоже обожаю Рагу по-эльдорацки Но речь сегодня пойдет о другом В ближайшее время нам предстоит Выбрать старосту класса А что делает староста? Помогает одноклассникам Ездит с учителями по волшебным магазинам Лучше оказаться в пасти дракона Чем ездить по магазинам Это не для героев Значит по магазинам Да Помогать и носить покупки Ну и конечно староста Будет представлять класс На торжественной встрече волшебных школ Скокотища Скокотища На торжественной встрече А, и чуть не забыл Портрет первого староста Дивногория Украсит школьный коридор В красивой рамке Разумеется Вы конечно понимаете Что старостой должна быть я Почему это сразу ты? Во-первых, я сшила себе новое супер красивое платье А во-вторых, подобрала самоцветы, чтобы вставить в корону Значит мой портрет лучше всех украсит школьный коридор Василиса, по-моему мы выбираем старосту А не самый красивый портрет Ну вы только представьте, как я появляюсь в новом наряде на торжественной встрече школ Сначала у всех перехватывает дыхание, а потом один за другим все попадают от восторга Скорее упадет твоя корона, если будешь так задирать нос А старостой буду я, и я буду ездить с учителями по магазинам Кощей и профессор обычно отправляются за покупками, когда у нас уроки Так? Ага Ну вот, значит я смогу совершенно законно пропускать занятия Ладно, девочки, за кого вы проголосуете? За самую модную старосту или за самую ленивую? Васка, Ливан, за кого вы проголосуете? Правда за того, кто лучше играет в футболу? Я проголосую за любого, кто приготовит рагу по-эльдорацки И я Это вкуснейшее блюдо известно даже в царстве семи вершин Правда, чтобы нарезать взрыв перчик, нужно быть настоящим мастером готовки Ха, вряд ли кто-нибудь из вас рискнет его приготовить Хм, может не стоит, Варечка Я же хочу стать старостой, значит стоит Вот и продолжай хотеть, остану я Аккуратнее, осторожнее, ах Волшебный эльдорадский взрыв перчик Именно он придает рагу особый неповторимый вкус И он будет мой, нет мой Осторожно, взрыв перчик требует аккуратного отношения и особой обработки А у перчика действительно взрывной вкус Девочки, это вы натворили? Надо скорее все убрать Не мы, а она Она натворила, вот пусть и убирает Ах так? Да это ты виновата Бе Не переживайте, я помогу Не пойму, как решить эту алхимическую задачу Соня, я тебе помогу Я же будущая староста Правда, я тоже пока не понимаю Раз не понимаешь, отойди Помогать буду я А Соня за меня потом проголосует А вот и нет, отдай чернильницу Ах Спасибо, Алёнка Моё платье! Что ты наделала, Варя? А ты на мою тетрадь посмотри И за тебя мне всё теперь переписывать Надеюсь, старосты освобождены от домашних заданий Я донесу покупки, профессор Нет, лучше я донесу Спокойнее, девочки Тут всем хватит Только прошу вас, осторожнее В этом сосуде, например, туман-пересмешник Он меняет голос всем, кто в него попадёт Ну вот, туман-пересмешник весь вытек Я же просил, осторожнее Это всё Василиса Она специально под ногами болталась И всю мою осторожность на ней отсвела Да если бы ты в меня нарочно не врезалась Я была бы мисс Осторожной с Дневногорья Спасибо, Алёнка Если я стану старостой Нам тут же разрешат ложиться попозже Вот увидите А когда я стану старостой У нас будет столько выходных Сколько нет ни у кого на свете И чего вы спорите? Можно же заранее узнать Кто будет старостой Нужно только посмотреть Волшебный колодец предсказаний Ага, и ты тут Скорей превращайся в лягушку Ее тащить легче Аленка, спасибо, ты нам очень помогла Объявляю результаты выборов Единогласным решением Старостой класса выбрана Аленка Я? Конечно ты Пока Варя и Василиса спорили, ты всем по-настоящему помогала Мы и сами проголосовали за тебя И помирились Но тогда я постараюсь быть хорошей старостой И в честь этого события приглашаю всех на праздничный обед Да, совсем забыл Сегодня в меню мое фирменное рагу по-эльдорадски Ура! Привет, мы царевны Подписывайся на наш канал А царев нам ни минуты не сидится И мы все играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны Капризика Великанская морковка В 33 раза крупнее обычной С такой морковкой мы точно возьмем главный приз на волшебной ярмарке Лучший фермерский продукт года Сейчас я вытащу самую большую Глядите Такой морковкой и гномика не накормить Если бы был конкурс худший фермерский продукт года Там бы точно выиграли Ну как же так вышло? Мы же все делали по методу великанов-садоводов А ярмарка уже завтра Нам ни за что не успеть вырастить новую морковку Главное не вешать нос Мой папа говорит Даже из кислых ягод можно сделать варенье Но у нас из ягод только морковка Это такая мудроземская поговорка Она означает, что даже трудную ситуацию Можно повернуть себе на пользу Так, так, так Раз у нас только день Посадим то, что за этот день успеет вырасти Капризику Даша, ты что? Вырастить капризику по силам только профессорам ботаники Она же жутко капризная И вырастает где и вздумается А если ее сразу не полить, тут же сбегает На солнце сохнет, от ветра вянет Зато у нее такие вкусные ягоды, что с ними мы запросто выиграем в конкурсе Как только увидите росток, лейте на него всю воду А то сбежит и ни в каких сапогах-скороходах его будет не догнать Вот он попался Геройский прыжок! Все во двор! Приготовить лейки! Как сквозь землю провалилась! Ну все, о конкурсе можно забыть Ни за что! Росток просто ищет подходящее место, чтобы капризика стала выше и вкуснее Разделимся и найдем его Если росток вырастет среди цветов, капризика будет еще слаще Если у реки сочнее, а если у яги, то она нам его не отдаст Маринованные пеньки, тушеная крапива Все лучшее из книги лесных рецептов «Отборная жуть» На волшебной ярмарке будете главной сенсацией О, не как капризика Сейчас мы тебя Если ига ее польет, капризика останется с ней навсегда Молодец, Аленка Ну и подумаешь, не нужна мне такая капризуля Вообще-то из меня садовод так себе У нас в царстве семи вершин На вершинах только моха растет Но мох совсем не капризничает Не то что это А, капризика! Да, Ливан, ботанику тебе придется подтянуть Это же просто земляника Ага, ну теперь-то точно поймаю А это чертополох Ну что ж, он храбро сражался Вот она, на холме Жди здесь И смотри, как действуют настоящие мастера Садоводство Василиса! Мы ее почти догнали А из-за меня все пропало Мы что-нибудь придумаем Да что можно придумать? Воды-то не осталось Ни капельки Одна все-таки осталась Семи вершинскому мху, чтобы напиться Достаточно одной капли росы Может и с капризикой так получится Это выше всех моих ожиданий Ага, и всех деревьев Капризика! Думаю, мы ее больше не увидим О, ура! Теперь победа у нас в кармане Смотрите, ей так жарко на солнце, что она сбрасывает с себя листья Срочно нужен тенек А на небе не облачко, только камни Вазка, здорово придумал! Смотрите, чудеса ускоренного созревания Ловите их! Если ягода наткнется на камень, то лопнет Нам ее не остановить Попробую управлять Номер с мечами Осторожно, камень! Чертополох! Отныне мы профессора ботаники Все, больше ягод нет Лопнули наши надежды И солнца тоже нет Оно садится Значит, до завтра ничего уже не вырастет Из любой ягоды можно сделать... Не вешайте нос! Я знаю, как выиграть конкурс! Да, жизнь волшебника, как капризная капризика Никогда не зная, что она преподнесет И выкинет в следующую минуту Как говорится в нашей кощейской поговорке В любой ситуации можно что-то придумать Из кислой ягоды получится варенье Или из лопнувшим Пеньки маринованные, хрустящие Салаты с крапивой Нежные в каждой ложке Решением высокого жюри Самым вкусным фермерским продуктом Объявляются Варенье из капризики Школа Дивногорья Пёрышки оближешь По второму разу облизываю Я протестую! Вы не разбираетесь! Высокой листой кухни! Оно и правда очень вкусное Попробуйте! Тогда вот маринованные пеньки Это вам заморозила Сердце отрываю Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Важные дела Не расстраивайся, Василиса Оценку ещё можно исправить Правда? Так исправьте же скорее! Пожалуйста! С радостью, но не ранее, чем ты пересдашь Строение рыцарского доспеха Особенности шапки-невидимки И грузоподъёмность ковра самолёта И помни, пересдача уже завтра Поэтому на сегодня подготовка Твоё самое важное дело Василиса, ты чего такая грустная? Ах, просто у меня завтра пересдача Вон сколько всего надо выучить И как всё за один день успеть? Ха, очень просто Я знаю заклинание, которое тебе поможет Закрой глаза и повторяй Важные дела со мной, остальные каждолой Важные дела со мной, остальные каждолой Можно идти пересдавать? Нет, готовиться тебе по-прежнему придётся самой Зато теперь ты о своих делах ни за что не забудешь Спасибо Подвижность волшебных доспехов обеспечивается Турнирами Ой, нет, шарнирами Хотя турнирами было бы интересней Василиса, у нас лягушачий забег То есть запрыг Ты с нами? Соня уже и приз сшила Какой миленький Но у меня тут важные дела Да мы быстро Одна лапка здесь, другая там На старт Внимание Ква Победила Василиса Молодец, Василиса Ну, и где мой приз? Арчи, признавайся, ты взял мой приз? Арчи не брал, я его насквозь вижу Не расстраивайся, я тебе новый сошью Одной из важнейших особенностей дизайна шапок-невидимок является... Василиса, там к драконихе родственник прилетел Семивершинский золотой дракон И он прямо весь золотой? От ушей до хвоста Хочешь посмотреть? Да То есть нет Извини, у меня тут... А, ну ладно Здравствуйте А золотой дракон у себя? Я на экскурсию Вы невидимый? А, понимаю Неприятно, когда на тебя постоянно глазеют Но нельзя ли хотя бы сияние оставить на обозрении? Спасибо Да, не видать мне сегодня сияющего дракона Грузоподъемность пассажирских ковров самолетов определяется... Василиса, пойдем скорее на шестилапом кататься Его Варя научила через кусты прыгать Не могу У меня тут грузоподъемность То есть важные дела И лапу подавать Не может быть Ну хватит Вы уже пятый круг катаетесь Сейчас моя очередь Уже заканчиваем Но напоследок Коронный номер Аллея Оп! Оп! Ха-ха-ха Шестилапик Шестилапик, ты куда? Ах! Это все яга Ее проделки Мухоморчик тут и там Полезай в корзину сам Верните, пожалуйста, Шестилапова Не брала я его Больно нужен У меня важных дел по горло Важных дел? Ну да Мухоморы собрать Крапиву прополоть И фонтан починить нужно Так вот кто мой приз тащил Ковер-самолет Сколько на тебе шерсти Шестилапика Шапка-невидимка И чешуйки золотого дракона Я все поняла Это мои важные дела Помогите! За мной важные дела гонятся Так ты их еще не сделала? Не бойся Это заклинание так работает Если ты откладываешь важные дела То они ходят за тобой И мешают отвлекаться И как мне от них избавиться? Как и от любых других дел Просто сделать их Важные дела За мной Так я на своем опыте убедилась Что перчатка может отделяться От волшебных доспехов И действовать сама по себе А шапка-невидимка Может настолько увеличиться Что спрячет кого угодно Даже огромного дракона А ковер-самолет Может поднять так много Что и мои шестилапы нипочем Отлично, Василиса Молодец Кстати, недавно я тоже Воспользовался заклинанием Важных дел Так мой доклад Мне всю ночь спать не давал До самого утра Страницами шелестел Ну что, покатаемся? Идите, идите Важные дела сделаны Можно и повеселиться Привет Мы царевны Подписывайся на наш канал Отважный поступок Второй час крутится Идешь на рекорд Дивногорья Ну что там час Я хоть весь день могу Да Нос задирать ты умеешь А вот так? Ничего себе Я еще и не такое ничего себе могу Сейчас увидите Такое-то сто раз видали А вот такое? На голову я сказала переходить А не плестись, как курица лапами Тебе его еще высиживать Что это у нее в руках? Ладно в руках Что у нее над головой? Дракон! Скорее за мощь! Дракона непробиваемый щит Смотрите, у него три головы Беру на себя левую И все остальные А вы разберитесь с хвостом Он же огнедышащий Зато я огнедушительная Тогда вперед Действуем как героя За Дивногорья! Сдавайся, Покателл! Сдавайся! Сдавайся! Ой! А где же дракон? И не забудьте к зачету Повторить особенности Поведения Лешего Весенне-летний период Так А вот и наши отличники Отличившиеся Прогулом урока У нас уважительная причина Нас дракон атаковал И нам пришлось Сгруппироваться То есть победить Победить дракона? Ха! Разбили в пух и прах Я вот бумеранг метал А я за хвост хватал А я всех тушила Больше он сюда точно не сунется Прогнали дракона? Неужели я воспитал Таких храбрецов? Надо срочно собрать Лучших драконоведов На вашу пресс-конференцию А пока идите в класс И подробнейшим образом Запишите все Что с вами произошло Ура! К нам приедут Крутые драконоведы! Огнекрыл 3-9 Или Марфа-драконница Научат нас всяким Драконоведским приемам Порхающий мастер Или богатырский захват Неуловимая принцесса-невидимка Подождите Но мы же не прогоняли дракона Он сам куда-то улетел Но недалеко Нужно немедленно Кащею рассказать Как все было на самом деле Но ведь тогда нам не видать Никаких драконоведов Мне кажется, ему нужен мяч Он и на поляне за ним гонялся Оставайтесь здесь А я проведу Драконоведский эксперимент Варя, вернись! Он же тебя съест Это какой-то плохой эксперимент Кто не рискует Тот не драконовед Дракон? В нашем классе? Вряд ли это тяга к знаниям Да, такого раньше не бывало Хорошо, что наши юные драконоведы Опять с ним справились Обязательно возьму их На слет героев Здорово Ребята и правда молодцы Но что делать с драконом? Она никогда себя так раньше не вела Она? Явно происходит что-то неладное Мда Придется ее уменьшить И посадить в клетку Как говорится в тесноте Да что поделать За что в клетку? Но ведь дракон ничего плохого не сделал Стойте! Это хороший дракон Вот он Летим через лес Что же он все время ищет? Похоже, что-то круглое Вроде футбольного мяча Может, баскетбольный мяч? Может, вообще не мяч Осторожней! Ну, конечно! Драконье яйцо! Вот что искал дракон! И вот почему профессор сказал Она! Это дракониха! А помните? Мимо нас яга пробегала У нее ведь что-то круглое в руках было Уж точно не мяч Она еще велела избушки высиживать Значит, это... Игра яйцо! Ну как? Не вылупился еще? Мой собственный Староживой дракон На север смотрит Одна голова На юг другая На восток Третья А на этот... Как его? Запад Получается, голов Не осталось? Мне самой, что ли, На запад смотреть? Вы что здесь делаете? Эх... Забрали моего дракончика Меньше сделайся, дракон Ввысь и вширь Со всех сторон Не надо! Ребята, вы что тут делаете? Дракониха ни в чем не виновата Она нас не обижала Мы все выдумали Она яйцо искала А мы никакие не драконоведы Дракониху от дракона не отличили Ну что ж Сегодня у вас был Непростой урок Но очень важный И я рад, что вы во всем сознались Да, ребята Признать свою ошибку Это как сразиться с драконом Отважный поступок Но прощать вас или нет Решать не мне Что ж Теперь наши драконоведы По крайней мере Узнают Что некоторые драконы Могут быть Очень даже дружелюбными Привет! Мы царевны Подписывайся на наш канал О царевном Ни минуты не сидится Но все играть и веселится Не случайно И тебя в свой мир волшебный Приглашают царевны Шестилапый Боль утихнет и пройдет Все как в сказке Заживет Чудо-юдо-звери-птица Пусть сейчас же Исцелится Ой, Аленка Это же заглянание Из книги сказок Вряд ли оно срабо... Ура! Получилось! А нас напечатает В геройских новостях, да? А ты сомневалась? Ну, видимо Это была научная сказка Ну же, Чирика Лети А я тебя буду навещать Обещаю Только давай навещать вместе Мало ли кто там В лесу бродит И на ветвях сидит Всех, кто бродит в лесу Считая барсуков И сидит на ветвях Включая бурундуков Мы уже изучили Никого опаснее бабы-яги Там нет Стой, замри Замерла Теперь спасайте Из очень надежного... Из не очень надежного источника Нам стало совершенно точно известно Что недавно в лесу появилось... Чудище! Чудище его! Рычит! А лап? Три Четыре Вроде шестая была Шесть лап? Шесть мало Восемь Или больше? Итак, чтобы защитить учеников И нашу бабу-ягу Мы разместили в лесу Высокоэффективные защитные ловушки В которых должен... Должно... Должна... В общем, отыщется... Столапое чудище! Причина нашего переполоха Так что сейчас мы с Кащик Кащевичем Идем в лес Чтобы проверить и подтвердить Загадочное явление Или опровергнуть его И мы! Мы тоже в лес! Держись, тысячелапое чудовище! Уважаемые кандидаты в герои Даже и не пытайтесь Для вашей безопасности На всех окнах и дверях В тестовом режиме будет работать Свежее запирающее заклинание Ну а сегодняшнее занятие Переносится на следующий вторник Так, где там наша специальная тряпочка Для стирания заклинаний? Вот зря они нас не взяли Да, мы бы этому чудищу показали Мне кажется, это крик о помощи Да-да Голодное чудище просит помочь Стать его ужином Вовсе нет Шестилапый очень милый зверь Просто с ним что-то случилось И мы должны ему помочь Аленка, шестилапых зверей Мы пока еще не проходили А значит, они пока что обитают только в сказках Но вот от того, кто рычит за окном Лучше держаться подальше Чирика Мне никто не верит Придется самим выручать Шестилапова Этой тряпочкой профессор стирает с доски любые заклинания Значит, с запирающим заклинанием она тоже справится Спасибо, Чирика Раду меня благодарить Достаточно просто понимать, что без меня Вы бы все тут пропали В книге было написано, что Шестилапы и всеми Шестилапами за дружбу Или вот только если попали в беду Но вот как же его найти? Нашла Ох, так у тебя всего лишь заноза Сейчас я тебе помогу Не бойся, Шестилапик Не бойся Она у тебя которая? Пенка? Аленка! Эй, ты чудище! А ну оставь ее! Сам Васка Эльдорадский вызывает тебя на бой! Стой! Да, остановись! Эй, вы куда? А как же героическое спасение? Осталось осмотреть пару ловушек Пока попалась только избушка Но она нами уже хорошо изучена Да У меня должен признаться тоже ничего Такое ощущение, Кощи-Кощи, что в лесу кроме нас И традиционной местной фауны Никого больше и нет Может, Яга все придумала? Ой! Аленка, держись! Отдавай Аленку! Хуже будет! Попался! Он нам попался А мы попадем в герой Субтитры Боль утихнет и пройдет Все как в сказке заживет Чудо-юдо-звери-птица Пусть сейчас же исцелится Скорее, профессор Там я, Аленка! И чудище, которое мы победили Ну, почти Это не чудище Это милый шестилапик Феноменально Надо как следует Пересчитать его лапой Четыре, пять, шесть По часовой стрелке шесть лапы И против часовой Тоже шесть Это же настоящий Исланский сикстоподавр Совершенно верно, профессор Чрезвычайно редкое И абсолютно безобидное существо Они так пугливы Что приручить их до сих пор не удавалось Я буду тебя навещать! Невозможно! Но у Аленки это как-то получилось В этом и есть сила доброты Делать невозможное возможным Ваша доброта просто безгранична Пожалуй, останусь-ка я здесь И у вас всегда будет шанс Демонстрировать свое гостеприимство Привет! Мы Царевны! Подписывайся на наш канал! Волшебная музыка Эх, сто лет я ждала этого Утром солнце перейдет Из фазы козлорога В фазу трубадура И я наконец-то выступлю Главное не проспать А эти-то ничего не подозревают Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Да ну их! Эти уроки музыки! Что толку учиться играть? Это же не волшебство! Ты просто не выучила свои ноты Вот и ворчишь Да что там их учить? Бам-бам! Можно потише? А чего тебе-то волноваться? Наверняка ведь все на зубок знаешь Если не высплюсь, я могу плохо сыграть свою партию Ой, проспала. Дурацкий будильник. Что ж ты не сработал? Нет, все на месте. А Кащей-то, наверное, даже и не подозревает, что его тримбита пропала. Кража века. Сейчас я вам устрою. Пятый листабрь – Круга дракона. Солнце в фазе Трубадура. Неужели уже прошло сто лет? Куда же она подевалась? Я же точно помню, что спрятал ее здесь. Специально рядом с волшебной музыкальной энциклопедией. Ну-с, начнем. Это не я. Постойте-ка. Это же... Всем, наверное, интересно, для чего мы здесь собрались. Вам крупно повезло. Теперь вы будете учиться в школе вредностей имени Бабы-Яги. То есть меня. Давай-ка, приведи сюда остальных. Да не бойся. Никто ничего не может сделать. Ай, да Кащеева тримбиточка. Всех-всех заколдовала. А вот и ваши новые учебники. Покостинника, ехидния, злонометрия, интриговедение. Эээ, вот, вредноматика. Для начала вот вам задание полегче. Что-нибудь испортить. Где же директор? Каще и Кащеевич. Волшебная музыкальная энциклопедия. Эээ, это же то, что нужно. Засыпательная, зажигательная. А, вот очаровательная музыка. Так вот, как Яга всех заколдовала. А? Да где же? Где обратное заклинание? Музыка от икоты? Щекотные песенки? Нет, не то. Уметь хорошо дразниться, это целая наука. Вот, смотрите. А теперь вы. Да, вяленько. Двойки вам всем. А, кстати, где остальные? Под этим знаком раз в столетие Тремби тосила все будет. И тот ее преодолеет, кто сам к ней с музыкой придет. Ага. Это еще что? Ты как посмела расколдоваться? Сейчас я это исправлю. Музыка снимает заклятие. Девочки, играем. Желудейка, ты что делаешь, а? 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 Вот она, сила волшебных инструментов. Я смотрю. Урок музыки проходит с большим успехом. Молодцы, чарующая музыка. Не могу перестать танцевать. Ладно, ладно. Всем пятерки. А вот и моя тримбита. Спасибо, что нашли. Вот дождусь захода солнца и такое соу сыграю. Вы даже не представляете. Что? Все-таки музыка – великая сила. Хотя барабаны немного запаздывали. Мы отрепетируем. Такой концерт устроим. Привет. Мы – царевны. Подписывайся на наш канал. О царевном ни минуты не сидится. И мы все играть и веселиться. Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны. Колдуем вместе. Ну почему нужно просыпаться каждое утро? Я так не говорю. Варя, перестань хулиганить. Ты всем мешаешь. В сегодняшнем расписании время на веселье не запланировано. Ой, похоже на Дашку. Так, достаточно. Успокойтесь. Очень своевременное и точное замечание, Варя. Прошу прощения, Марлин. Это я так, ради веселья. Тогда тебе точно понравится сегодняшний урок. Он очень веселый. Мы будем изучать заклинание слияния. С его помощью две волшебницы могут объединить свою магию и наколдовать нечто неожиданное и забавное. Сейчас я разобью вас на пары. Вас пятеро, поэтому кому-то придется работать со мной. Только не это. Лучше тренироваться там, где вам никто не помешает. Ну, пойдем, напарница. А, бе, стпым? Что за стпым? Дурацкая книга. И зачем я ее украла? А ты молчи. Тебя не спросили. Украла, значит, нужно было. Это же книга заклятий Мудроземья. Ну, я так думаю. Ну, и что, что прочесть не могу? Выучу их язык и... Вот же, вот. Она ведь из Мудроземья. Ну, и зачем я буду учить их язык? Силу дружбе подчиним, волшебство объединим. Что это? Это жидкий лед. О, как вкусно. Ура! Мы заставили их танцевать. С тобою вдвоем заклятие... Ты как-то невыразительно читаешь. С тобою вдвоем заклятие прочтем. Угу. А говорили, будет весело. Что? Говорю, с тобою вдвоем заклятие прочтем. Силу дружбе подчиним, волшебство объединим. Постой, надо вместе читать. Так и должно быть. Варя, почему ты превратилась в меня? Даша, ты чего? Это ты в меня превратилась? Мы поменялись телами. А как нам поменяться обратно? Даша, мне нужна твоя помощь. И нет, это не просьба. А-а-а! Стойте! Вернитесь! Даша! Варя, я спасу тебя! Вкусно. Здорово колдовать вместе. О, Варь! Ты чего так несешься? У нас не получилось заклятие. Мы поменялись телами. А потом появилась Яга. И схватила Варю. Она думала, что Варя – это я. Мы должны спасти ее. Варь, ты говоришь точь-точь, как Даша. Еще лучше, чем утром. Да я и есть Даша. Вот это розыгрыш! И как это у тебя получается? Очень талантливо. А где Марлен? Не, ну с Марлен у тебя не выйдет. Почему? Она же помнит, как ты утром Дашку передразнивала. И ее, кстати, тоже. Ты не Даша? Нет, я Варя! Варя, Варя! Ну вот что, хватит. Ты же из Мудроземья? Мне тут книгу одну старинную подарили. Уверена, что тут собраны отличные заклинания. Давай, переводи, что тут написано. Не буду. И вы меня не заставите. Неужели? Как это? Она ко мне прилипла. Переводи давай. Тогда сниму заклятие. Стой! Ты же порнешь ее! Ну что ж, не хочешь, заставим. После маленького заклятия щекотки кто угодно будет слушаться. Ура! Ты пришла спасать меня! А ты что здесь делаешь? Из-за тебя отличное заклинание щекотки в метлу улетело. А книга-то вам зачем? Смеешься? Сейчас я над вами посмеюсь. Видишь, молодец какая. Пообещала и смеется. Дашка, спасибо тебе. За что? Ну как? Не бросила меня? Спасла? Ой, да ладно. А ты что, разве бросила бы? Ну, конечно же, нет. Даш, а что в той книге вправду были какие-то страшные заклятия? Это была книга анекдотов. И мы не помогли. Не поверили тебе. Отправили к Бабе и Ге в одиночку. Да уж, не очень веселое получилось занятие. А можно нам уже как-нибудь поменяться обратно? Да, конечно. Для этого нужно прочесть последнюю строчку заклинания наоборот. Попробуйте. Варя, Даша, вы овладели заклинанием на еще более сложном уровне. Поэтому за работу в паре ставлю вам отлично. Подождите, подождите. Не получилось. Я все еще Даша. Ну и лица у вас. Варька, хватит уже всех разыгрывать. Привет! Мы царевны. Подписывайся на наш канал. О царевном ни минуты не сидится И мы все играть и веселиться Не случайно и тебя в свой мир волшебный Приглашаю царевны Сон Марлен Царевны, завтра открытый урок на тему Змей Горынычи Их головы, полеты, дыхание огнем Змей Горынычи! Ух ты! Круто! Тема сложная, так что завтра вы у меня активные и внимательные. Тем более, что Кощей Кощеевич будет. Кощей Кощеевич будет. Кощей будет. Но я покажу ему открытый урок. Это просто сон! Солнце встало На уроке поднимайтесь Лежебоке Где все? Давайте скорее Раньше начнем, больше узнаем о Горынычах Здравствуйте, Кощей Кощевич Здравствуйте, девочки Похвальное рвение Царевна, добрый урок То есть, начинаем утро У вас все получится, не волнуйтесь Всю жизнь мечтала увидеть Горыныча На первом этапе Изучаем управление драконами На маленькой копии Ой, а когда же будут настоящие Варя, на первом этапе Не забегаем вперед Уменьшенная модель дракона Обеспечивает полную безопасность Безопасность, верно Начнем с одного дракончика Рецепт несложный В отвар валерьянки с чесноком Добавляем две капли мышиного писка И ни каплей больше Иначе... Ой Ой Без паники Просто нарушена дозировка смеси Да-да, спокойствие Это милые и послушные создания Надоедливые какие-то создания Какие-то мух Горынычи Да Ошибка досадная, но поправимая Нет-нет, Кощей Кощевич Я сама торнадо Я полностью гладею ситуацией Ой Прошу прощения Кощей Кощевич Девочки, что это у вас? О! Ха-ха Марлен Спецэффекты неплохие, но Урок, надо признать И вполне удался То есть, я скажу прямо Совсем не удался Я вижу, вы старались Но материал сложный Хм... Профессор А может, вы проведете урок? Вообще-то, Горыныч, и ваша тема А можно я попробую еще раз? Завтра Понимаете? Я просто не выспалась Мне всю ночь кошмары снились Нет, не разрешит Кощей А если разрешит, она опять не отдохнет Вот именно Не выспится и снова не справится Еще хуже будет Да, жалко, Марлен Бедняжка Наверное, опять кошмары снятся Девочки, мы должны ей помочь Как? А мы сочиним для нее сон без кошмаров Сейчас-сейчас Я настроюсь на ее волну Девочки, получилось Я поймала ее сон Бежим! А шапка зачем? Эта шапка с намешалка В общем, прибор передачи сновидений Вы сочиняйте сон, а я буду спать И передавать его Марлен Все Переходим в ее сон Какой он мрачный Да Где уж тут выспаться Чур, я первая сочиняю Все должно быть яркое Красочное И платье Много платьев И пусть сон будет еще и танцевальным Что-то не то веселье Так, а давайте Пусть будут веселые овечки Девочки, ничего не выходит Ой, я боюсь Все Я отправляюсь в ее сон Девочки, вот кто наш сон портил Ага, попалась Что задумано Не сбудется Где взялось, туда вернется Ура! 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 Марлен, вы отлично выглядите Спасибо Я, наконец, выспалась Похоже, на этот раз Урок по Горынычам получится Ой 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 Привет Мы царевны Подписывайся на наш канал ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АЕРОДИНАМИКА Ой, подумаешь, пятно на полу Все равно, лучше прикрыть его Ну, хорошо, хорошо И где же этот ковер? Где же, где же, где же? О, вот он! Какой-то он Немаленький Донесем? А ну-ка Ой Да он легкий, оказывается Все будет в полном порядке Не беспокойтесь Кощей Кощевич Нам пора Доверяю вам школу, Марлен Не подведите Я директор Кощей Кощевич Мне доверяет Расправляю Вот так Ага Вот и не видно ничего Зря волновались Ой, какой хороший Такой уютный Просто сказка Ой, девочки Что это? Соня! Куда? Ой Девочки, кажется, это ковер-самолет Соня, стой! Помогите! Соня! Доброе утро Я сегодня за главную Как дела в школе? Марлен! Соня! Помогите! Соня! Бедная девочка Где же она? Куда ее унесло? Так За мной Покажи нам Соню Ничего себе Мы тут с ума сходим А она смеется? Это нервная Ух, Соня в порядке Ага Но ковер неизвестно куда улетел Откуда вы вообще его взяли? Из кладовки Даша, Аленка, остаетесь здесь Сможете выяснить направление полета ковра? Попробуем Сможем Варя, Василиса, мы в кладовку Искать инструкцию Тихо Ох Ах Варя Варя Не время для баловства Вот, нашла Назначение Технические характеристики Уход за изделием Да не то Вот Управление Управление осуществляется голосовыми командами Подробнее смотри Указания на обороте ковра Ох Соня и ковер Удаляются к югу Только бы повезло Только бы повезло С чем повезло? С направлением ветра Чтобы ковер вернулся Нам нужен сильный южный ветер Так Юг там Василиса Откуда дует ветер? Севера Все пропало Соня удаляется от нас Подождите Может быть не все пропало Смотрите, чему я вчера научилась Я попробую сдвинуть облака И остановить северный ветер Держи 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 Аленка, держи Сложно Алена Может получится вызвать южный ветер? Нет, видите У меня не хватает сил Аленка Знаешь, как на качелях кататься проще? Чтобы вперед качнуться Назад отклоняешься Правильно Сначала в одну сторону Потом в другую Давай Все получится Давай 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 Алена Уже можно менять на южный Вот это да Невероятно Скорость ветра 8 метров в секунду Никого Алена Увеличивай скорость Ветер 20 метров в секунду Смотрите Смотрите Давай Давай Стоп Привет С ним так весело Только я не знаю, как спуститься Посмотри на обороте Что? Не слышит Читай на обороте ковра Не слышу Все равно не слышит Читай на обороте ковра Поняла Поняла Спасибо Спасибо Чтобы взлететь Нужно сказать слово Сказка Чтобы опуститься Хватит Соня Ура Ура Сегодня у нашей Аленки Открылись новые способности Идут А вот и мы С новыми учебниками Прекрасно О, я смотрю Вы тут уютно вели Да Хорошо Вы так быстро вернулись Вы знаете Профессор так управляет автомобилем Просто сказка Мяу Да Хватит Ого А вы значит Ковер-самолет уже освоили Да Молодцы Хвалю Кстати А пятно под ковром Легко отмывается Живой водой Привет Мы царевны Подписывайся на наш канал О царевном Ни минуты не сидится Но все играть и веселиться Не случайно И тебя в свой мир волшебный Приглашаю к заревной Туманный лабиринт Как же это все выучить? Сонь, хватит экспериментов Садись за учебники Так вернее будет Девочки, у меня получилось Я смогла увидеть вещий сон Ух ты А задание завтрашней контрольной Можешь узнать? Не только задание Но и все ответы Мне приснилось Что мы нашли древо знаний Ну и при чем тут вещий сон? Древо знаний растет у нас в холле В нем заключена вся мудрость мира В любом учебнике это написано А секретное заклинание для его активации? А? Только одно слово не расслышала Рано разбудили Ну что, придумали, что будем спрашивать? Древо знаний распустись Храм науки отворись Мудрость мира... Появись Кажется, защита деактивирована Значит, и правда сон был вещем Незаконная активация древа знаний Незаконная активация древа знаний Неужели я забыл поставить защиту? Профессор, как это могло произойти? Я... Я только... Полил его утром Заклинание никто не мог узнать Я хранил его в строжайшей тайне Это я во всем виновата Я заклинание во сне увидела Знак хранителя За несанкционированную активацию волшебного артефакта Ответственному за сохранность древа знаний Профессору Кату Баюну Запретить волшебную деятельность Мишка, мы с тобой все исправим Вот найдем этого хранителя И все ему расскажем Зачем же так хлопать дверью? Не шуми, пожалуйста И без тебя бессонница одолевает Ой, извините Вы не знаете, где найти хранителя? Если тебе нужен хранитель То лучше иди домой Не добраться тебе до хранителя Он живет в лабиринте И там очень страшно Спасибо Ну смотри Я тебя предупредил И ничего не страшно Совсем И мы ни капельки не боимся Правда? Профессор, ведь это еще не значит, что вы должны уехать Можно же и без волшебства прожить Милая Марлен Таковы правила В Девиногории могут жить Только волшебники Я пойду к хранителю И все ему объясню Почему вы должны отвечать за детские проказы? Стойте Не нужно Коллеги, я действительно виноват Недооценил способности наших учениц Буду отвечать по всем правилам волшебного мира Вот тебе Вот Не смейте меня пугать Я все равно вас не боюсь Мишка А давай на них сон напустим Как думаешь, у меня получится? Ну что, туманное чудище Добро пожаловать в мой сон Или испугались? Настоящая волшебница может все А теперь, хранитель, приди ко мне Пожалуйста Кажется Я уснул Да Я сплю Первый раз за сто лет я сплю Ого Как тут любопытно в твоем сне Спящая царевна Вы? А где хранитель? Ха Я и есть Хранитель Не стал сразу говорить Хотел проверить твой волшебный дар В деле А ты молодец Моя бессонница победила Я только туманных зверей победила А бессонницу не видела Ха-ха-ха Да эти самые звери И есть моя бессонница Замучили Никакой на них управы Так по сну соскучился Что даже во сне спать хочу Па-по-подождите, не засыпайте Мне нужно кое о чем вас попросить Прощайте До свидания, профессор До свидания Нам будет вас не хватать Апелляция рассмотрена Кот Баюн может продолжить волшебную практику Хранитель древа знаний Ура! Здорово! Прощай, Кощеич Ой, спасибо Но я же ничего не сделал Профессор, мы так рады Соня, профессор никуда не уезжает Правда? У нас получилось Спасибо Привет Мы царевны Подписывайся на наш канал Подписывайся на наш канал